Добрый день, уважаемый президент, добрый день, коллеги. Мой доклад основывается, чтобы поделиться опытом внедрения системы непрерывной реабилитации неврологических пациентов с использованием современных возможностей телемедицины. Начну я немножко с предыстории, с водной части, что все мы знаем, что реабилитация есть основные принципы, это этапность, непрерывность и мультидисциплинарный подход. Но так или иначе все они нацелены, чтобы у пациента улучшилось качество жизни после заболевания или в том числе при невозможности излечения. Основываясь на этом, я некоторые слайды, извиняюсь, буду пропускать, просто когда Ивановская область вошла в 2000-х годах в пилотный проект по организации первичных сосудистых центров, там открывался первый этап реабилитации, который начинался непосредственно в палатах интенсивной терапии. На основании всяких локальных актов была выработана маршрутизация пациентов, то есть куда идет пациент, в какую медицинскую организацию он идет, какой это этап. И вот начиная с 2013 года наш медицинский центр вошел в систему ОМС и получил лицензию по профилю медицинская реабилитация. То есть мы работаем в этой программе с 2013 года. По реабилитации мы являемся вторым и третьим этапом, то есть это осуществляется круглосуточный стационар, это второй этап реабилитации. И третий этап – это дневной стационар, тоже по реабилитации. У нас очень много открыто, скажем так, направлений, но основные из них – это нейроребилитация, то есть пациенты после инсультов, после спинномозгомых травм, черепномозгомых травм. Это детки ДЦП и это реабилитация опорно-двигательного аппарата. Вот. Дальше. Про это я уже сказала, это то, что наше направление. Вот мы используем, стараемся выстроить вот эту непрерывность и этапность. У нас есть филиал во Владимирской области, клиника Вольгинская, где получают пациенты, поступают туда после первично-сосудистых центров города Владимира и потом уже из Вольгинска, где оказалась реабилитация, поступают на второй этап – это дистанционно-контролируемая реабилитация. Сейчас я про нее скажу. И на третий этап – это уже могут поступать к нам, на третий этап – это дневной стационар. Вот. Откуда, значит, все взялось? Когда мы в 2013 году вошли в систему по медицинской реабилитации, мы стали замечать, что, например, пациент выписывается из первичного сосудистого центра, и, скажем, оценка по ШРМ, которая сейчас принята, у него 3-2 балла. К нам, когда он поступает на второй этап реабилитации, там уже не 3-2 балла, а иногда даже 4. Вот. Возник вопрос, почему так происходит? И выясняется, что пациент, когда попадает домой, я немножко вернусь, это пациент, когда попадает домой, он не активен дома. Одно дело, когда он был в стационаре, с ним занимались и психологи, и инструктора, врачи, логопеды и так далее. Потом он попадает в привычную свою среду, где и родственники не знают, что делать, и у него нет желания ни продолжать эту реабилитацию, ничего. И получаем в результате то, что было достигнуто на предыдущем этапе, пациент делает шаг назад. Вот. Плюс еще ко всему прочему, у нас в Ивановской области несколько центров, которые обеспечивают второй, третий этап реабилитации. Но, к сожалению, в связи с организацией у нас исчезли, как бы сократились, и люди ушли, и много причин, с чем это связано, младший медперсонал. То есть лежачий пациент, который может только присаживаться и не ходит, он нуждается в заботе со стороны. В некоторых реабилитационных центрах, кто выполнять будет функции, менять личную гигиену, такого персонала, к сожалению, нет. И не все берут пациентов на второй и третий этап реабилитации, которые самостоятельно себя не обслуживают. Вот. Я немножко коснусь закона, что с 1 января 2018 года как раз вошли вот эти телемедицинские услуги, и мы стали искать выход. А как же помочь пациенту дома? И вот это вот домашнее бездействие, пример слайда. Вот. И в этот момент наш руководитель знакомится с академиком Константином Викторовичем Лядовым, который вносит новый виток в развитие непрерывной реабилитации по средствам телемедицинских технологий. Вот. И начиная с декабря 2016 года у нас запустился на нашей базе пилотный проект, который называется «Дистанционно контролируемая реабилитация». С декабря 2016 года по декабрь 2018 года прошло 130 пациентов. Сейчас она тоже продолжается. Вот. Смысл немножко о географии. Значит, наш центр расположен 130 где-то километров от Иваново, то есть это от города областного центра. Есть у нас также клиника Вольгинска, которая вообще во Владимирской области. Поэтому дистанционную реабилитацию мы осуществляем как в Иванове, так и во Ивановской области, а также одновременно во Владимирской. Это уже 320-340 километров от головного центра, то есть от самого медицинского центра «Решма». Значит, как начинали мы это внедрять? Мы сами специалисты, то есть врачи-неврологи, врач по лечебной гимнастике, выезжали в сосудистые центры и производили отбор пациентов по определенным критериям. Вот. Самый главный критерий – это высокоскоростной интернет в домашних условиях. Второе условие – это, конечно, продуктивный контакт пациента. Если же пациент понимает речевые инструкции, то помощь родственникам тут, конечно, была, кстати, приходилась. Вот. Это основные. Остальные все. Ну и, соответственно, наличие революционного потенциала. Остальные все – ну это как бы показания, чтобы стабильность была по хроническим заболеваниям. Вот. Производилась оценка изначально двигательного дефицита. Вот. Оценивался революционный прогноз, потенциал. Принималось решение, спрашивалось согласие, соответственно, пациента, оформляясь документы. И, соответственно, обговаривалась дата, когда пациенту будет проводиться дистанционно контролируемая реабилитация. Когда наступал час Х, пациенту, наши сотрудники, то есть техническая поддержка, привозили домой ноутбук, в который установлена единственная программа, вот. Потом тренажер Арторент, потому что Арторент участвовал в развитии дистанционно контролируемой реабилитации. Вот. Ноутбук был с программы и с камерой высокого разрешения. Зачем это все надо? Значит, обговаривается час Х. В момент программы запускается у пациента дома на ноутбуке и происходит связь со специалистами медицинского центра Решма. Вот. Первый, первое осмотр, первое, скажем так, консультирование было, смотрит вся бригада. Это присутствует врач-невролог, присутствует логопед, инструктор, методист, либо врач по лечебной гимнастике. И присутствует клинический психолог, смотрит, оценивает, задает вопросы, просит что-то сделать. Потом мультидисциплинарная бригада это все обобщает и составляет программу лечения. Если пациент нуждается в каких-то частых занятиях с логопедом, например, или частых занятиях с клиническим психологом, эти занятия просто на неделе проходят чаще. Сама дистанционно контролируемая реабилитация, она проводится 21 день. И в зависимости от этого пациент, назначенный час X, выходит на связь со специалистами с мультидисциплинарной бригадой, или сегодня у него, например, занятия с логопедом, или с инструктором ЛФК, которые и домашние это задания дают, проверяют, что добился пациент, как. Для чего нужен тренажер Арторент? Арторент, тренажер, он совершенно независимо выходит в этот день на связь пациент или нет. Пациент крутит, там отдельно руки, ночушки, все фиксируется, пульсоксометрия, артериальное давление, все записывается и передается в медицинский центр. Там врач-невролог оценивает состояние, какая была нагрузка у пациента в этот день. Адекватная, неадекватная. В зависимости от этого происходит коррекция лечения. Что-то обсуждается, что-то вновь вносится. Единственное, что мы не делаем, это, конечно, никакой лекарственной терапии, коррекции здесь не происходит. Вот здесь на данном слайде представлено занятие с пациентом. И еще раз говорю, что в зависимости от того, в чем пациент нуждается, то и происходит. Не буду останавливаться об эффективности, потому что оценивали мы по шкалам. Мы оценивали и двигательную активность пациента, и спастичность в конечности, и она очень хорошо, кстати, на данном тренажере уходит, и эмоционально-волевые сферы. Поэтому все это как бы оценивалось. По эффективности, да, конечно, безусловно, дистанционно контролируемая реабилитация, она может применяться и на втором, и третьем этапе, она эффективна, она нужна. Но, несмотря на это все, мы, конечно, у нас существуют и проблемы, с чем мы столкнулись. Не всех в областях, в селах, то есть надо это понимать, что любой пациент может, хочет реабилитироваться, есть высокоскоростной интернет. Поэтому пациент хочет, мы можем, но не мы не можем обеспечить это. И потом дистанционно контролируемая реабилитация, она, конечно, вовлекает, дает почувствовать пациенту, что он нужен, что он активно участвует в своей реабилитации, в этой жизни. Мы даже наблюдали, когда пациента встречала наших сотрудников, ну, соответственно, по камере и в пижаме, и в ночнушке, уже к концу курса уже и платьица, и костюмчик, и некоторые женщины даже делали макияж. Поэтому благодарю за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо. 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 Спасибо.